Центр уличного спорта под мостом появится в городе уже летом. Его строительство одобрил исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов. Комплекс расположится под Северной окружной и будет включать в себя зону для детей, тренировочную зону воркаута, корты, а также площадки для футбола и баскетбола. Бюджет проекта пока неизвестен. Однако авторы заявляют, что аналогов Центра по качеству оборудования, числу и разнообразию спортивных и досуговых площадок в России нет. Какие социальные объекты успели сдать в прошлом году и как они повлияли на жизнь рязанцев узнаем прямо сейчас. В 2017 году открылось самое большое образовательное учреждение Рязани – школа номер 75. Ее площадь составила более 24 тысяч квадратных метров. На возведение стены, закупку оборудования потратили 760 миллионов рублей. Средства выделили сразу из трех бюджетов – городского, областного и федерального. Мы ее отмывали все вместе. Мы готовили ее к этому празднику. И сегодня, через мгновение, в этой школе прозвенит первый звонок. Здание возвели за рекордные 11 месяцев. В день открытия, 1 сентября, порог школы переступили 1060 учеников. Было набрано 8 первых классов. Школа оборудована по последнему слову техники. Во всех аудиториях установлены интерактивные доски, проекторы, веб-камеры и мультимедийные системы. В библиотеке и столовой работает Wi-Fi. Очень нравится. Очень нравится, да. Красивая школа, новая. Надеемся, будет хорошо учителя. Очень классно. Я даже не ожидал, что такую школу построят. Потрясающе. Ничего раньше такого вообще не видел. Вау! У них там шахматы, прямо на площадке. В общем, здорово. Я думаю, будет весело. И можно будет провести время, но вне уроков тоже хорошо. Школа номер 75 позволила сократить вторую смену в двух соседних образовательных учреждениях. Однако, чтобы решить проблему во всем городе, необходимо еще как минимум 14 школ. Вторым по масштабу проектом стал детский технопарк «Кванториум Дружба». Из федерального и областного бюджета на реконструкцию здания бывшего кинотеатра направили 107 миллионов рублей. Еще 82 миллиона выделили на закупку высокотехнологичного оборудования. Это промышленный манипулятор Кука, специальный стенд. Сейчас он выполняет простейшую операцию, перекладывает два шарика. Но дети вместе с преподавателем смогут его запрограммировать на выполнение разных полезных задач. Именно такие роботы работают на всех крупных предприятиях, собирают автомобили, делают нам еду. Это наше настоящее и цифровое будущее. Технопарк рассчитан на 800 школьников возрастом до 17 лет. Все они занимаются бесплатно. Льготные места финансирует бюджет Рязанской области. Дети изучают перспективные технические науки, робототехнику, программирование, промышленный дизайн и нанотехнологии. Хотелось бы стать изобретателем и изобрести что-нибудь новое, чего пока нет еще нигде. Паять, разрабатывать какие-нибудь микросхемы для контроллеров, возможно автомобилей, даже каких-нибудь квадрокоптеров. Научные разработки школьников найдут применение на практике. Планируется, что заказы им будут поступать от рязанских предприятий. Закончилось строительство детского сада в микрорайоне Семчино. Объект получил название «Солнечный город» и был сдан в эксплуатацию. Сейчас там проходят отделочные работы. Открытие запланировано на первую половину года. Привлекали средства федеральной программы. Также были вложены средства инвесторов и регионального бюджета. Садик достаточно красивый, современный. Поэтому я думаю, что жители будут довольны. Объект рассчитан на 224 места. Они объединены в 11 групп. В детском саду будут оборудованы и за студия, кабинеты логопеда и психолога, гимнастическая и сенсорная комнаты. Не забыли власти о детях с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели за 4 года с 2014 по 2018 направлено более 33 миллионов рублей. Из них 18 миллионов на проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов, имеющих проблемы с опорным двигательным аппаратом. Оставшиеся 14 миллионов потратили на закупку техники. Финансирование получили 7 школ, 12 детских садов и 2 учреждения дополнительного образования. Детский сад номер 1 предназначен для детей с тяжелыми нарушениями речи. В числе их воспитанников 12 детей-инвалидов. Нам были выделены средства по программе «Доступная среда» на устройство пантуса и входной группы для инвалидов. Но что самое важное, мы смогли приобрести много современного, нового, сенсорного, развивающего, игрового и спортивного оборудования. В рамках программы финансовую помощь получила школа номер 60. Здесь создали первый в Рязани класс для детей с аутизмом. Присутствовать на занятиях в съемочной группе запретили. Зато показали специально оборудованный кабинет. Он отличается от обычного партами с перегородками, чтобы ребята не отвлекались друг на друга, и игровым уголком, где школьники могут расслабиться и сменить направление деятельности. Вторую жизнь в 2017 году получил кинотеатр «Октябрь». Проект «Октябрь. Перезагрузка» будет реализован в течение нескольких лет. На первом этапе его стоимость составила 600 тысяч рублей. 300 из них городские власти потратили на создание проектно-сметной документации обновленного здания, а также демонтаж устаревших конструкций. Еще 300 тысяч на строительство летней веранды. Мы рады, что в сознании поменялось отношение к «Октябрю». Но все-таки это требует значительных финансовых вложений в «Октябрь» для того, чтобы сделать действительно досуговый современный центр. Здание сохранит свои архитектурные особенности, ведь оно является памятником постсоветского конструктивизма. Полная стоимость проекта пока неизвестна. Однако, по предварительным данным, только на благоустройство фонтана будет выделено 2,5 миллиона рублей. Уникальным проектом 2017 года стал детский развивающий центр «Новые горизонты». Он был построен исключительно на частные средства. Финансированием строительства и содержанием здания занимается компания «Зеленый сад». В настоящее время очень высок спрос родителей на дополнительное образование детей, особенно раннего возраста. Очень важно, что бизнес-сообщество нашего города принимает участие в развитии дополнительного образования детей и в увеличении охвата детей этими услугами. Площадь центра составляет 460 квадратных метров. На занятия уже записано 250 детей. Более трети из них обучаются в центре бесплатно. Льготные условия созданы для многодетных и малообеспеченных семей, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья. Их финансирует строительная компания «Зеленый сад» в рамках проекта «Мы живем у каждого в душе». Такие центры отвечают вопросам социализации детей, развития их творчества, а также формированию навыков, которые необходимы в школьном возрасте. Потому что многие центры частные работают с детьми дошкольного возраста. И особенно для детей раннего дошкольного возраста это позволяет еще решить проблему предоставления мест в дошкольных учреждениях. То есть они функционируют по аналогии с группами кратковременного пребывания. Роман Наумкин – многодетный отец. У него две дочки и два сына. Старшие уже ходят в школу, а Никита только готовится стать первоклассником. Вы выбрали либо ходить в школу за оплату в районе 7 тысяч, либо вот бесплатно доставил программу такая. Тренера молодцы, молодые ребята, умеют заниматься с маленькими детьми. «Зеленый сад» – все это организовали, молодцы. Занятия опираются на передовой российский опыт и авторские методики. В их основе – развитие самостоятельности, изобретательности и фантазии детей. А также принципы настоящего инклюзивного образования, когда особенные дети занимаются вместе с обычными. «Результаты есть, они на лицо, их видно и замечают не только я. Наши друзья говорят о том, что у Вари улучшилась походка, мы бегать начали. И ножки вот она, позиции они такие делают, развернутые. И у нее очень стало хорошо получаться. Она этому очень сама радуется. Ну и, конечно, мне за нее очень радостно. И вообще мы очень довольны, что мы сюда попали». «Активно проводить время можно не только в стенах центра. На прилегающей территории в полтора гектара ребят ждут физкультурные и игровые площадки с травмобезопасным оборудованием, а также детский автодром. Социальные объекты, построенные в 2017 году, успели себя зарекомендовать и подарили рязанцам новые возможности для разностороннего развития. Приятно, что средства на их создание выделили не только из государственного бюджета, а исконно русская традиция меценатства вновь возрождается. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА